ММА Бетс ММА Бетс Собственно, давайте пройдемся по турнирчикам, которые нас ожидают на этой неделе. Я сейчас вам расскажу, что нам ждать, что здесь интересного. Погнали! С самого начала. Первый турнир, на который я лично обращаю свое внимание, это Essay Young Eagles 35. На него в последнее время линий не бывает, но за некоторыми турнирами я слежу и бои некоторых бойцов даже смотрю. Ну, здесь кого выделить? Борис Манайенков. Известная фамилия, да? Вот, но если серьезно, да, вот для меня интересен вот этот вот паренек, Ислам Кончиев. Никаких шуток, если честно, он невероятно приставуч в борьбе. Вот серьезно, один из немногих, знаете, бойцов, которые только в борьбе что-то и могут, но за которыми я слежу и с удовольствием смотрю бои даже без ставок, да, потому что у него реально зрелищная, интересная борьба, зрелищный, интересный, активный грэплинг. Очень-очень привлекает он мое внимание, и поэтому буду следить хотя бы из-за этого паренька за этим турниром. Он красавчик. Ну, также вижу здесь Владимир Егаян, тоже, который постоянно мелькает довольно крупных российских промышленных. Далее идем. В пятницу у нас турнир Найза 51. Ну, собственно, что могу по этому турнирчику выделить? Наверное, особо по именам мало кого. Ну, вот, кстати, вижу Бусурманкул Абдибаид Улу. Этот человек дрался в М1 и довольно зрелищные бои показывал. Это бывший чемпион организации Иглс, который как раз-таки в крайнем поединке не сумел выиграть бой, да, к сожалению. Ну, и, собственно, в главном бою Артур Гусейнов, ну, как бы тоже ветеран, боец зрелищный против, ну, относительно начинающего, но местного бойца, который уже чемпионом является. В общем, здесь, кстати, будет на что посмотреть. Давайте дальше. Сентурион FC. Я уже говорил про этот промоушен. У промоушена явно есть, ну, скажем так, финансовые возможности. Они постоянно в разных странах проводят бои. И даже иной раз какие-то известные ребята есть. Линия иногда бывает. И когда бывает, то, в принципе, довольно выгодные получаются турниры. Вот так скажу, да. Но, опять же, по фамилиям кого-то выделить здесь очень трудно. Почти никого я не знаю. Леандра Жобу. Окей. Окей. Дальше пойдем. Центральный турнир недели, друзья. Ну, ну. 26 мая. Бойцовский клуб РЕН-ТВ. Посмотрите на этих людей. Бывший боец UFC Алексей Олейник против Оли Томпсона. И это по боксу, кстати говоря, если я не ошибаюсь, будет. Но, но могу ошибаться. Но, по-моему, по боксу. Александр Емельяненко. Черт возьми. Он все еще жив. Он все еще выступает против Евгения Ершова. Ну, посмотрим. Посмотрим. Итак, дальше пойдем. Глори 86. Ну, собственно, самый крупный, самый известный промоушен по кикбоксингу. Слежу. Выделите, если особо кого-то выделять. Ну, вот, кстати, вижу. Вот этот вот джентльмен. Джоэлтон Лютербах. Ребятки. Вот шутки шутками. Но это настоящий красава. Он просто выскакивает по любым правилам, которые только существуют. И еще и выигрывает. Просто посмотрите на этого бразильца. Казалось бы, гастролер. Да, нет. Выигрывает. Во-первых, было у него в 21-м году два боя в ПФЛ. Причем с очень хорошими, ну, в рамках ПФЛ бойцами. С чемпионом. ПФЛ будущим. Рауша Манфио. И также с Клеем Калардом. Только с плитами он им проиграл. И далее, посмотрите. Выступает везде. Муай-тай. Кикбоксинг. Даже по грэплингу был у него матч назначен, но не состоялся. Любые правила. Ему просто без разницы. Просто. Человек хочет драться. Ну, красавчик. Ну, красавчик, да. Далее у нас Октагон 45. Еще один промоушен, который базируется в Казахстане. Выделить кого-то не могу. Ну, вот, вижу Даниал Эльбаев. Ну, конечно, такой джентльмен, да. В основном мелькает он во всяких поп-ММА промоушенах. Во всяких наших делах. РЕН-ТВ, хардкор и прочее. Вот это вот. Но сейчас будет здесь по ММА профессиональному. Далее. Road to UFC. У нас здесь будет несколько турнирчиков. Дорога в UFC. Все это будет на этих выходных днем, да. Потому что это будет по времени китайскому. Ну, опять же, бойцы здесь те, которые и до этого в RO тоже выступали. Ну, кого отметить. В главном бою Кисуки Сасу. Да, я знаю, что может быть у него ударение на второй слог. Но я буду на первый слог его называть. Ну, кстати, друзья, если среди вас есть болельщики Серила Гана, да, или люди, которые берут ставочку за 1,4, а потом хвастаются, когда она стала 1,3, что они забрали жир, произнесите прямо сейчас фамилию этого бойца с ударением на второй слог. Далее. Марк Климака. Кстати, интересный, реально интересный. В Айкее тренируется паренек, борец. 8-1. Посмотрим, посмотрим, что он из себя представляет, да. У него шанс в UFC попасть. Кстати, интересный тоже паренек, Тампой Кеврам, видите, вот здесь выступает. Он уже выступал в рот в UFC и выступал довольно-таки зрелищно, зрелищно, реально очень зрелищно. Я помню, даже была история во время одного из турниров, где он выступал, по-моему, как раз-таки в дороге в UFC. Я следил за инстаграмом бойцов и прямо во время турнира, перед его боем, там, за некоторое время, он выкладывает фотку. Он сидит там на крыльце вот этого вот стадиона, где бои, и курит сигарету просто. И прикол в том, что он просто потом выходит и выигрывает бой, причем за счет кардио. Я просто, я смотрю и думаю, а если бы ты не курил, чтобы тогда было. Короче, интересный чел такой, знаете, он, кстати, очень харизматичен. У него даже просто выходы интересные. Вот за ним я с удовольствием посмотрю. Хотя не скажу, что он какой-то суперхороший боец, да. Следующий турнир рот в UFC, он будет сразу после этого, там, через пару часов, условно говоря. Но тоже, главный бой Ли против Лу. Ну что, друзья, давайте так, вы за кого? За Ли или за Лу? Пу. Дальше. Фен 46. Это у нас польский промоушен, как я и говорил, на него почти всегда бывает линия. Сейчас у нас будет ваша любимая и моя любимая рубрика фамилии бойцов, да. Да, да, ребятки, у меня здесь, знаете, больше не обзор турниров недели, а такой кринжовый информационно-аналитический стендап, да. Короче говоря, ну опять же, если без шуток, вот главный бой мне реально интересен. Он реально интригующий. Петр Куберский против Камила Войцеховский. Это прям интересно. Барта Шевчик, вижу, здесь выступает. Из него все лепят, лепят, все слепить не могут. Я думаю, что и не слепят, скорее всего, ничего. Так, кто у нас здесь есть? Грачан Выросляк против Камила Мозгалика, друзья. Вот, кстати, к слову, да, всегда всем говорю. Даже учитывая то, что на прошлом турнире выиграли почти все фавориты, там все буквально, да, фавориты выиграли. Все равно, когда вы собираете фаворитов в экспресс и ставите огромные суммы, друзья, думайте, пожалуйста, своими мозгаликами побольше, потому что это опасно, да. Что тут еще можно выделить? Олег против Каленика. Ну, опять же, окей. Дальше. У нас здесь GFC. Это грузинский промоушен. Опять же, иногда на него бывает линия, поэтому я для себя просто на прицеле этот турнирчик держу. В главном бою Дмитрий Микутся, который постоянно тоже гастролирует. Еще и бои дает всяким неплохим бойцам, да, в Европе. В Коммен-Ивенте вижу София Багишвили, которая тоже выступает в довольно неплохих европейских промоушенах. Поэтому, ладно, ладно, может быть, здесь даже линия какая-то будет, да. Топ-дог Проспект 11. Ну, это хорошо, это классно. Топ-дог я люблю, но единственное, что, да, Проспект, это, собственно, там будут бои по боксу, но не на голых кулаках, да, а в ММА-перчатках. Но все как обычно, в сене, да, ну, классика, классика для топ-дога. Фьюри Про Грэплинг 7. Ну, опять же, классический турнир грэплинга от Фьюри FC. Здесь они постоянно вызывают всяких бойцов UFC, и довольно интересно бывает смотреть. Вот Джо Пайфер, боец UFC, также я уже видел в Инстаграме, анонсировали, что Андрей Петровский будет там выступать. Скорее всего, еще кого-то потянут известного. Поэтому следить за этим вполне себе можно, по файт-пассу тем более транслируется. И линия тоже бывает. Далее, Кэйдж Титанс 59. Тоже промоушен из Массачусетса. На него тоже иногда бывает линия. Поэтому я просто держу в уме, что вот это вот существует, да, и, возможно, это придется разбирать и анализировать. Ну, кого здесь выделить могу? Тревор Гадди, кстати, персонаж такой небезызвестный. Когда-то давно, я помню, его привезли в Беллатор в качестве мяса для, по-моему, Хорни Грейси. И он его апсетнул, выиграл. Это было неожиданно. Ну, собственно, выделить особо здесь больше, наверное, никого и не могу. Дальше. Вот он, вот он, главный бой недели, ребяточки. Промоушен B2 Fighting Series. Посмотрите на постер прямо сейчас. Узнаете этого рыжего улыбчивого гражданина, а? Сэм Алви. И что бы вы думали? Это тяжелый вес. Просто, просто красава, просто красава, да. Выступает в тяжелом весе. Посмотрим, посмотрим, как он выступит. Я лично послежу за этим. Далее. Промоушен Юраев Фейбер. Очередной турнирщик транслируется по файт-пассу. Линия с недавнего времени начала появляться. Разбираю внимательно, смотрю. Главный бой за пояс. Джозеф Моралес, бывший боец UFC. Даниэл Борес, по-моему, он с плитом на контендерс проиграл в UFC. Его не взяли. Джеймс Накашима, кстати, очень-очень приставучий, прилипчивый борец. Чемпион ЛФА, который уехал выступать в Ван, одержал несколько побед, но потом не задалось. После трех поражений сейчас возвращается. Кого здесь еще выделить я могу? Кстати, Луис Коски. Ребяточки. Луис Коски. Брат того Коски. Который вот выступал на этой неделе. Ну, примерно то же самое он из себя и представляет. И бывший боец UFC, к слову, да? Турнир. ЛФА 159, который пройдет в Бразилии. Здесь у нас два боя за чемпионский поезд. Джулия Паластри. Она выступала в контендерсерии. Проиграла Жасмин Юсудавичус. Рудольфу Белату, который тоже, кстати, в контендерсерии выступал. Этому Петрино он, по-моему, проиграл. Боец, кстати, зрелищный. Такой здоровый, фактурный. Против Акакьо Дусанкс, который тоже в контендерсерии выступал. Был залежен туркалем, если я не ошибаюсь. Ну, что здесь выделить еще можно? Хьюго Кунья. Друзья, вот мне так и подмывает сказать, что если вы там что-то там, Кунья, ставьте лайк. Ну, короче, додумайте сами и поставьте лайк. Это анонимно. Ну, опять же, если без шуток, да? Габриэль Силова, бывший боец UFC. И вот, знаете, что меня интересует? Первый бой, посмотрите. Здесь у нас дебютирует в профи Аеза Бертолза. Короче говоря, чтобы вы понимали. Несмотря на ее вот этот вот флажок бахрейнский. А это местный боец, это бразильянка, которая очень-очень хороший любительский рекорд. Имеет то ли 16, то ли 17-1. Замечательно выступает, постоянно выступает на чемпионатах мира. Короче, я хочу последить, что она будет из себя представлять в профи. Потому что это очень перспективные спортсмены. То, что она дебютирует в организации LFA, это уже очень хорошо. Далее идем. Еще пару турнирчиков Road to UFC. Ну вот, Журонг сразу вижу в главном бою. Бывший боец UFC. Выделять особо больше никого не хочу. И еще один турнирчик, уже заключительный. Да, тоже Road to UFC. Все это по файт-пассу будет транслироваться. И, кстати, я хочу заметить, ребятки. Вот, несмотря на то, что турнира UFC не будет, никаких тут ACA, Беллаторов, ПФЛ. А все равно, все равно, пацаны, хорошие люди, прекрасные, из нашего бойцовского клуба диванных аналитиков не останутся без контента. Потому что все вот эти вот четыре турнира Road to UFC я разберу для нашего бойцовского клуба. С коэффициентами сопоставлю. Про всех, кто что расскажу подробно. И, собственно, в формате подкаста все, как вы и привыкли. Поэтому присоединяйтесь в наш бойцовский клуб. Там скучно не бывает. Независимо от того, есть UFC или нет UFC. Контент всегда есть. Так что welcome. Welcome в описании. В закрепленном комментарии будет ссылочка. Дальше. Дальше идем. И последний турнир, который я лично для себя выделил, это вот этот вот промоушен Fight Nation. Иногда на него бывает линия. Я думаю, что на этот будет. Я его на прицеле держу по той причине, что здесь хороший состав бойцов. Филипп Пежич, бывший боец KSW. Ронни Джейсон, бывший боец UFC. И вице-трущик, тоже очень опытный ветеран. Постоянно выступает в довольно крупных европейских промоушенах. Сатоши Иши, пионер MMA. Наверное, вообще не нуждается в представлении. Карлос Эдуарду, кстати, тоже такой ветеран. В AC дрался. Кого здесь можно еще выделить? Иван Эрслан, тоже очень такой зрелищный боец. В KSW дрался. Прямо составчик довольно хороший. Вот за этим турниром я тоже буду следить. Ну, собственно, все, друзья. Вот такой вот списочек. Вроде бы, знаете, казалось бы, нет каких-то супер крупных промоушен. А вот у нас 4 турнира дорога в UFC. Это, наверное, основное, что есть. Ну и, конечно, вот то, что сейчас на ваших экранах. Это, наверное, самое, ну, не знаю, хайповое, что ли, если так можно выразиться. Ребятки, обязательно напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете. Напишите, может быть, какой бой вы хотите, чтобы был разобран. Потому что я голосование не буду делать, потому что каких-то вариантов я не вижу. Какие. Может быть, голосование вынести, да, ничего такого интересного для массового зрителя, в принципе, здесь особо и нету. Несколько боев я с ребятами, да, посовещаюсь на свое усмотрение. Мы выберем, запишем. Ну, может быть, два с этой недели что-нибудь выберем. Но если вам что-то нравится, вы что-то хотите, да, какой-то бой, то напишите в комментариях. Посмотрим, может быть, совпадут наши желания. Ну и в целом обязательно поддерживайте. Реально для меня это очень важно. Меня это реально мотивирует. Подписывайтесь на все наши ресурсы. Обязательно залетайте на стримы. Отдели стримерский канал Агрессив Лайф. В описании ссылочка. ТГ, чатик в ТГ, ВКонтакте. Бойцовский клуб диванных аналитиков. Само вступление, кстати, совершенно бесплатно. И там тоже есть чатик неплохой. Так что, ребятки, welcome везде. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все как обычно. На сегодня у меня все. Всем пока!